Я представляю компанию Ниса Дистрибуция. Мы являемся представителем нескольких брендов, хорошо известных в России для послепечатной обработки тиражей. На сегодняшнем мероприятии я с удовольствием хотел предоставить возможность выступить нашему поставщику и хорошему партнеру, представителю компании Рига. Это компания-эксперт в производстве термоклеевых машин как традиционного термоклеевого скрепления, так и полиуретанового клеевого скрепления. Представитель компании Рига, главный менеджер, руководитель этой компании Питер Рига. Прошу любить и жаловать. Я очень рад приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. Большое спасибо за приглашение на участие в нем. Я буду рад представить вам свою компанию и то оборудование, которое мы производим, те продукты, которые мы делаем. Наша компания была основана в 1990 году. На сегодняшний день в компании работает порядка 100 человек. Что очень важно, все комплектующие, которые необходимы для производства оборудования, производятся на нашем заводе. И это развивает, наша идея в том, что это развивает не только наши продукты, но и развивает нашу компанию. Мы работаем на several channels. Мы работаем в принт-финишинг секторе, мы работаем в фуд-секторе, мы работаем в автоматической индустрии, и мы также интересуемся в шоу-индустрии. Необходимо сказать, что исторически компания развивалась в нескольких направлениях. На сегодняшний день продукция компании представлена в полиграфическом сегменте, производится оборудование для послепечатанного обработки тиража, клеевые машины и резальные машины. Также машины представлены в пищевом секторе, они производят комплектующие для кондитерских линий, для производства шоколада. Также компания работает с автомобильной, обувной промышленностью, изготавливают специальные формы и высекальные компоненты для этой индустрии. Преимуществом нашей компании является то, что мы представляем бюджетные машины, большой широкий ассортимент машин, как обычного термоклеевого скрепления, так и пурклеевого скрепления. Принципом развития нашей компании является то, что при разработке наших машин мы работаем в тесном контакте с пользователями наших машин, и это позволяет нам предлагать наиболее актуальные и интересные решения для рынка. Кроме разработки машин, компания также предлагает полный комплекс сервисной поддержки для своих партнеров, и для клиентов, и для партнеров. И что очень важно, и это нечасто можно встретить на рынке, отдельным направлением является поддержка клиентов в применении машин, то есть поддержка клиентов обучению технологии работы с машинами. Потому что мы убеждены, что только плотная работа с клиентом, в том числе и по обучению его технологии, позволяет достичь наивысшей удовлетворенности клиентов нашим продуктам. Мы постоянно развиваем наш парк оборудования, который используется на заводе. И в этих случаях мы фокусируем наше внимание на разработках для автомобильной и для пищевой промышленности тоже. Потому что в этих направлениях они предлагают высоко точные, очень с прецизионной точностью изготовленные части оборудования, части продукта, которые используются с высокой ответственностью. В направлении термоклевых машин мы предлагаем две линейки оборудования. Одно направление – это стандартные машины, работающие с классической термоклеевой технологией. Второе – это машины, использующие в работе полиуретановые клеи, а технологию связанную с ними. Для обоих этих линеек характерны определенные принципы подбора оборудования внутри этих предложений, которые делаются на основе работы совместной с клиентами в соответствии с их нуждами. Мы также проверим и проверим, какая лучшая линейка для клиентов в размере машины в размере. У них есть достаточно автоматизации в машине, или мы должны дать больше автоматизации для будущего? В рамках каждого предложения для клиентов находится оборудование в соответствии с объемом, уровнем его производственных задач, его подходом и пожеланиями относительно автоматизации производства и относительно расширения возможностей производства в плане производства конечных продуктов. Теперь несколько слов об оборудовании для классического термоклеевого скрепления. Мы имеем в этой линейке 5 различных машин, каждая представляет собой определенную ступень в развитии полиграфиста. Прежде чем начать разговор о машинах, необходимо остановиться на том, что именно является требованиями на рынке на сегодняшний день, характерными требованиями к конечному продукту. Когда мы говорим о производстве книг, очень важно понимать, что именно мы ожидаем, какие свойства мы ожидаем от конечного продукта, прежде чем мы перейдем к производству его на машине. Есть несколько факторов, которые обычно являются ярким отражением свойства конечного продукта. Одним из, так сказать, полюсов требований клиента является плотный, хорошо обжатый корешок книги. Потому что на картинке мы видим два варианта переплета. На одном мы видим достаточно твердый корешок, на другом он гибкий, он мягкий. Далее мы обсудим подробнее, что эффект вот этот вот, который мы видим по виду корешка, является комбинацией нескольких факторов и, соответственно, способа работы с этими факторами. Первый – это тип клея, который используется. Второе – это виды обработки, предварительной обработки корешка, подготовки корешка к нанесению клея. И третий вариант – это, собственно, способ нанесения клея. Поговорим чуть подробнее по этим факторам. Начнем с типа клея, который используется в машине. Здесь изображена схематически термоклеевая головка для стандартной машины, по которой видно, что мы используем клей для корешка и для боковой проклейки, то есть два направления использования клея. Преимуществом технологии, которая реализована в машинах Рига, является то, что в этих машинах есть возможность использовать два разных клея для этих целей. Один клей для проклейки корешка, и другой клей подобрать для боковой проклейки. Большой выбор клеев, которые можно позволить себе для боковой проклейки, позволяет по разным факторам, в том числе и по ценовому фактору, отбирать тот клей, который удобен клиенту. Например, использование клея чувствительного к давлению позволяет эффективно скреплять очень сложные материалы, как обложку к блоку прикреплять. Но есть какие-то клей, например, планомельт клей, который perfect for the spine, but it's not the best for the side. С другой стороны, есть такие клея, как, например, достаточно новый планомельт клей, который очень хорош в применении для проклеивания корешка и не очень удобен для работы с приклеиванием обложки. Вторая очень важная вещь – это подготовка корешка к нанесению клея. It's very much defined, as you see, there are two different types of slitting or loching. It can very much define the rigidity of the spine of the book. Надо сказать, что есть два этапа подготовки корешка. То есть, с одной стороны, это фрезерование, срезание части корешка и выравнивание его. И второе – это торшинирование. И благодаря использованию различных ножей при торшинировании, на картинке видно, что можно получить совершенно разный профиль направляющих отверстий на корешке, на отсечек. Because we need to change the profiles between different stocks. We have to, we at Rego, we are advising to use, based on the customer specification, we provide the best notching tool for this work. Ну, стандартно, на заводе предлагается несколько вариантов выбора торшинирующего инструмента, в зависимости от того, какие работы для клиента являются наиболее распространенными. Соответственно, вид этого ножа будет определять и вид того переплета, который будет делаться на машине. And also, if you have some sort of jobs that you don't need at the milling station, then you can easily switch off the milling. Также необходимо упомянуть, что клиентам иногда необходимость скрепления книг, которые не позволяют использовать торшинирование, то есть, например, предварительно сшитых на ниткошвейной машине. В этой ситуации в машинах предусмотрена возможность опускания блоков резы и, соответственно, исключения этого процесса. When we talk about the gluing, there are a lot of points that we need, a couple of points that we need to take into consideration. First of all, as I told you before, that we have two different gluing tanks. Ну, говоря о третьем факторе, о, собственно, конструкции системы термоклеевых машин, необходимо упомянуть, что мы имеем две базовых комплектации, то есть, одна комплектация используется для машин с ручной подачей, обложки, которая сейчас изображена на картинке. Значит, здесь надо отметить, что у нас есть два базовых резервуара для клея, которые позволяют использовать раздельный клей. То есть, вот в левой части с большим валиком это резервуар для нанесения клея на торец к вышке, правее два диска наклонных, которые наносят клей на боковой поверхности. У каждого, соответственно, независимая подача клея. На вот этой фотографии видно, как работает наклонный диск для нанесения клея для боковой проклейки. Этот способ дает возможность нанести наилучшее по качеству равномерное покрытие на боковую поверхность блока, что позволит получить идеальную книжку. Когда вы работаете с открытой клевой системой, вы всегда будете сталкиваться с каким-то частью клея, которая испаряется и, в общем-то, неприятно пахнет. Поэтому, работая в малых пространствах, в маленьких помещениях, мы рекомендуем использовать устройство для удаления испарения, отведения паров, что является опциональной возможностью для этих машин. Я бы хотел бы выразить, что фум от глупого не хазарный. Но при этом, при всем, надо сказать, что этот клей не является ядовитым или вредным для здоровья, но обладает не очень приятным запахом. Но из-за этого запаха, так как он доставляет неудобства, лучше его, конечно, отводить и удалять испарить. Для машин с ручной подачей обложки мы имеем три модели в нашей линейке, в зависимости от производственных нужд и формата. Следующим более продвинутым семейством клеевых машин с обычным клеем, термоклеем, являются машины с автоматической подачей обложки. На этой схеме показано отличие этой конструкции от предыдущей, но есть и общие. Общим является то, что здесь также два резервуара для клея. Но в данном случае каждый из этих резервуаров имеет свою зону нагрева, то есть могут использоваться клея, которые подразумевают разные температурные режимы. И это важно, что здесь можно использовать два различных типов клея в системе. Например, для спины, сейчас есть клея, которые можно использовать в 130 градусов Цельсия или даже меньше. Тогда можно использовать клею для спины, чтобы использовать эту использование. Ну, соответственно, еще раз повторяю, это то, что различные температуры могут использоваться для боковой проклейки и для проклейки корешка. And these machines are the Megabind and the Perfect Bino machines. Ну, и эта система реализована на двух машинах. Здесь машина с разной степенью автоматизация уже процесса. Подача обложки и, соответственно, подготовки обложки управления машиной. Как мы говорили раньше, у нас также есть семейство машин для работы с ПЮАр-клеем. Три модели, которые мы производим, и мы продаем через Дупло, как ОЕМ. И четыре модели от Рига. Говоря о модельном ряде, производимом компанией Рига для полиуретанового клея, необходимо отметить, что три модели компания производит для представления под маркой всемирно известной японской компании Дупло. Особенно хочется отметить, что, говоря о полиуретановой технологии, как правило, особое значение имеет возможность обучения оператора клиента работы с этой технологией. И здесь тоже отражены несколько основных моментов, которые надо понимать, знать, благодаря которым осуществляется именно качественное производство полиуретанового скрепления. Наибольшее значение, экстремально влажное значение имеет подготовка корешка при полиуретановом скреплении. Так же надо сказать о том, что является очень важным отличием, которые даются при использовании открытой и закрытой клеевых систем. Говоря о подготовке корешка, на следующих слайдах мы увидим, насколько это важно для осуществления моторевого скреплении. Говоря об открытой клеевой системе полиуретановым клеем, преимуществом является то, что низкая цена для коротких тиражей у изделий. В закрытой клеевой системе нет никаких выделений запахов и вредных веществ в окружающую среду. Нет необходимости тратить время на очистку системы. Практически помогает избежать и потерь клея на очистку, и, соответственно, потерь времени рабочего. Важно понимать, что пурклей затвердевает, застывает только при контакте с воздухом. В контакте с влажностью воздуха. И, соответственно, если этот контакт является нерегулируемым, как, например, в открытой системе, то клей может потерять свои свойства до того, как он будет использован для производства брошюры. В случае двух-трех часов нахождения в открытой клеевой системе, то клей теряет свои свойства, и вам будет необходимо его удалить и заменить на новый. Поэтому в открытой системе является не такой гибкой и обладает не такими гибкими возможностями, как и позволяет использовать закрытая клевая система. На этой картинке видно, что, когда мы говорим о подготовке корешка брошюры, здесь совершенно другой подход к обработке торца, чем это мы видели на схемах, посвященных обычной клеевой системе. Для того, чтобы осуществить наибольшее сцепление, необходимо создать наибольшую поверхность, поэтому глубина прорезания порядка 0,1 мм, но при этом поверхность для этих надрезов является значительно большей, чем в случае горячего клеева. Эта система реализована в младшей серии на трех машинах, начиная от первой самой младшей Дупло машины и дальше чуть более старшей под брендом Рига. В этих машинах помещается обложка вручную. Несколько слов о нашей закрытой системе. Мы имеем два вида закрытых систем. Первая реализована на самой маленькой машине. Это 300-граммовые картриджи. Здесь присутствуют две зоны нагрева. Одна зона для картриджа и вторая для системы подачи клея. Эта технология, эта машина применима наилучшим образом для коротких тиражей. Следующее решение, используемое на остальных наших машинах, это более гибкое решение. Здесь резервуар для клея позволяет разместить два килограмма клея, но емкость его три килограмма. На картинке цветом выделены четыре различные зоны нагрева, которые позволяют добиться наибольшего эффективности использования пур-клея. Для подачи клея используется шестеренчатая помпа. В этом семействе у нас тоже несколько машин. Наиболее автоматизированным является машина 6000, которая предлагается под брендом DUPLO. Другие машины с меньшей степенью автоматизация, но тоже с автоматической подачей обложки. Говоря о достоинствах этой машины надежности, хочется отметить, что все части, как мы уже говорили, производятся на предприятии самостоятельно. Используется высокотехнологическое оборудование, вот его образцы представлены на фотографии. То есть это регулярно обновляемый парк дорогостоящих современных программируемых станков. Очень большое внимание уделяется, и для этого существует отдельный участок на предприятии для проверки качества производства каждой детали. На этапе точное изготовление, проверка качества, оценка и приемка частей строгие отборочные критерии. И в дальнейшем контроль производства и жизни этих деталей после выпуска машины. И в нашем системе мы можем возвращаться всю жизнь частью их производства через их производство. Ну, я уже об этом сказал, что достаточно большой контроль после выпуска уже виталия осуществляется. Несколько слов о дополнительном ассортименте. Мы производим также, как мы уже говорили, гилотины. Два типа гилотин, которые мы производим. Компания также производит резервные машины. Два типа основных резервных машин здесь представлены электрически. Мы производим электромеханические машины. Электромеханические машины серии Екат. Эти машины являются очень устойчивыми и задний упор приводится двумя винтовыми направляющими для равномерной подачи. Мы производим также хидроличный систем. Следующая машина гидравлическая машина с гидравлическим приводом. И мы производим машины от 550 до 850. Эти машины производятся с длиной от 55 см до 85 см. К сожалению, наше время ограничено, поэтому нам приходится заканчивать. Остальные слайды буквально так, чтобы просто обозначить. Это то, чем еще завод занимается в производстве каких-то комплектующих. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.